Всем привет! Это Дагестан Туристический. С вами Анжела Рачимова и Фарид Муслимов. Мы в Болхаре. Лакское село в сердце Акушинского района. Знаете, Болхар похож на старый бабушкин сундук, открыв который можно совершить путешествие во времени, познать невероятные тайны и сделать шокирующее открытие. Что ж, начнем. Болхар. Старинный аул, который спрятался в долине двух высоких гор на высоте 1600 метров над уровнем моря. Крыши его домов почти касаются неба, которое балует жителей погожими днями. 300 дней в году здесь все утопает в теплых солнечных лучах. Гуляя по улочкам Болхара, можно представить себя в Индии, где коровы гуляют сами по себе и не обращают никакого внимания на людей и проезжающие мимо машины. Стены большинства домов облеплены как штукатуркой, коровьими лепешками. Ну что, друзья, я вновь в царстве Кизяка. Все стены Болхара облеплены коровьими лепешками, потому что в селе нет газа и люди топят печки до сих пор вот таким вот натуральным топливом. Этот аул считается неофициальной столицей художественной керамики Дагестана. В старину, когда стеклянной и пластиковой посуды не было, местные умельцы обеспечивали глиняными горшками и тарелками всю республику. В каждой семье Болхара был свой гончар. Мужчины возили готовые изделия на продажу, а лепкой занимались женщины. Эта традиция сохранилась и в наши дни. Гончарные круги здесь, как и много лет назад, крутят вручную. Это сейчас подготавливается глина, да? А для чего? Для кульшины. А почему ее нужно вот так вот месить ногами? Пластичная, наверное, да? Пластичная была. А сколько вы уже так вот ее месите ногами? Шесть. Час, целый час вот так вот сделать. Все, понимаю. Друзья, а в этом доме живет Зарима Ибрагимова, известный мастер гончарного искусства. Предлагаю вам посетить ее мастерскую и попробовать что-нибудь сделать из глины. К сожалению, нам сказали, что Заримы дома нет. Она сейчас находится в Гунибе, где проводят мастер-классы для туристов. Но я как-то давно пыталась что-то слепить из глины. Ну, давайте освежим память и попробуем что-нибудь соорудить. Так, вот он, в принципе, и сам станок, на котором получаются вот такие вот глиняные шедевры. Для начала надену халату, как я в белой рубашке. Ну что, друзья, сейчас я вам слеплю какой-нибудь прекрасный кувшин. Садимся, будто садимся на коня. Нужно сесть вот так вот и придерживать ногами вот это вот деревяшечки вот здесь вот, чтобы сам станок никуда не болтался. Прежде чем начать работу, вот этот вот деревянный круг обязательно нужно посыпать пеплом. Это, знаете, как мукой. Мукой, чтобы глина не прилипала к доске. И обязательно сделать вот так вот, чтобы равномерно ее распределить. Далее берем кусок глины, делаем вот такую вот лепешечку, кладем, и мы должны зафиксировать края глины хорошенечко, чтобы она прям так держалась и никуда не ускользала от нас во время работы. Бьем, обязательно фиксируем. Глина очень мягкая и немножечко такая непослушная. Далее мы берем вот жгутики здесь готовые. Нам нужно сделать из глины вот такие вот жгуты. И вот этим указательным пальцем сгибаем его, сгибаем вернее. И вот прижимаем ладонью и уже идем вот так вот по кругу. Видите? Немножечко, конечно, у меня не то получается. Кажется, я слишком большой круг взяла. Вот, вот так вот. Ну, кажется, получается очень мило. Да, Фарид? Да, Фарид, почему ты молчишь? Молчание – это знак согласия. Ну, хотела я сделать кувшин, но, как видите, у меня получается такой вот тарелка, да, для хинкала. Такого. А вот мы должны смочить войлок в воде. Это нужно, чтобы придать гладкость. Посмотрите, как мило! Ну все, друзья, посмотрите, посмотрите, конфетница. Кстати, а вот и сама печь, в которой обжигаются глиняные изделия. Итак, как это происходит? Сюда заходит женщина. Как вы понимаете, по этому отверстию должна быть она очень миниатюрной. Печь полностью заполняется изделиями, закрывается. Здесь разжигается огонь. Дальше все это оставляется так два дня и две ночи. То есть все это горит в огне. Ну и после получаются прекрасные изделия, которые мы с вами уже видели. Можешь залезть, посмотрим, если ты проходишь. Ненавижу. Конечно же я пройду, я же миниатюрная. Но это не точная информация. Говорят, из этой глины получаются не только прекрасные изделия, но также она очень целебная. Можно наносить ее на лицо, и ты будешь вечно молодой балхарской красоткой. Мы сейчас проверим. Хозяйка дома Каримат, она вот делает вот такие вот печи из глины, в которой делается знаменитый тандыр. Могут, кстати, делать эти печи не все, да и тандыр печи тоже могут не все, должна признаться. Вот, посмотрите. Кажется, это очень сложная работа. Это вам не маску из глины нанести на лицо. Кстати, а вы знаете, что это за камень? С отверстием. Здравствуйте. Здесь привязывают лошадей на самом деле. А, коров привязывают, да? Вот, кстати, нам подсказывает. Привязывают во время. То есть вот здесь вот привязывали, и прямо доили на улице, да? Да, берем, берем. Ага, спасибо большое. Вовсе не лошадей. Салам алейкум. Это ваш гадикан? Да. Импровизируем. Скажите, пожалуйста, что обсуждаете в основном? О чем вы разговариваете? Ну, пока вот мы не пришли, что обсуждать? Про своих. Сельские маленькие дела. Маленькие. Ага. Кто, у кого овец больше? Так, у кого овец больше, поднимайте руку. Человек, на какой участок там. Да? Нарушают, да? Нарушают правила и все прочее. Понятно. А молодежи много в селе? Не очень, но нет. Вон они работают. Скажите, пожалуйста, а эта конфетка, можно я ее заберу? Все, заберите. Да. Гадикановская конфетка из села Болхар. Все, забираю с собой. Спасибо большое. Можно? Не знаю. Я всегда. Нет, спасибо. Это очень ценная конфетка. Спасибо. До свидания. До свидания. А это местный гастроном в селе Болхар. И мне очень интересно, что здесь можно приобрести. Здравствуйте. Телевидение РГВК Дагестан. Хотели бы поснимать ваш магазинчик. Самое главное, что здесь есть, это сладости. Мне кажется, больше ничего ей не нужно. Да, и вот краски для волос можно покрасить волосы. В общем, все как в городе почти. Но самое интересное, посмотрите, какие тут весы. Смотрите, Дагестан туристический! Ну что, друзья, самое время сделать небольшой перерыв на чай. И как любой гостеприимный аул, я думаю, что в Болхар можно зайти в любой дом. Пойдемте. Идем. Посмотри, даже в огородах кувшины. Здравствуйте, спасибо. За чашкой чаю по тематному мотиву мы выяснили, что в доме хранится старинный костюм болхарской невесты. Кстати, примерка свадебного наряда сейчас входит в обязательную программу посещения аула. Вот и я не устояла. Можно из вас сделать невесту. Давайте я прям выйду в село потом. Вот так можно сделать. Это платье наверх одеваешь. Их надо беречь, это мастерство. Да вы что? Этому наряду Боря 100 лет уже? Просто прекрасно. Теперь, чтобы этот платок не падал, а невесту выдают вот так замуж. То есть все, сейчас я готовая невеста, да? Готовая невеста, чтобы выходить из дома жениха, идти от матери дома к жениху. Ну, в этой обуви золушкой я быть не смогу, пока выроню обувь. Вот так. Ой, вы знаете, обувь тоже безумно легкая. Она не легкая. Да, очень легкая и очень прохладная, хочу сказать. Потому что, как быть, такой считалось. То есть летом в ней прохладно, а зимой тепло, да? Здорово, здорово. Что, друзья, я хочу сказать, несмотря на всю многослойность наряда невесты, чувствую себя безумно комфортно и легко. Так что к замужеству готовы. Субтитры подогнал «Симон» богатая облакарская невеста разглядывает свои владения. Все как на ладони. Пастбища мои. Коровы, бараны, да. Да, только женихов не вижу. Ну что, пора время выходить в село и уже присматриваться. Ну что, вы еще думаете, брать меня в жены или нет? Я уже все умею. Да, я на самом деле умею все. Осталось, да, научиться делать глиняные кувшины. И настоящая болхарская девушка. Субтитры подогнал «Симон» Что ж, наше путешествие по Балхару подошло к концу. Это аул, который хочется бесконечно исследовать, пробовать на вкус, но все равно будет мало. Поэтому Дагестан туристический сюда еще обязательно вернется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это человек, который заставляет меня делать стендапы прямо в центре этой крапивы. За что, Фарид? О май гад. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»